Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на своем вебинаре. Это мой последний вебинар в этом учебном году. В качестве спикера, в качестве организатора мы будем встречаться с вами еще до 29 июня. Первый мой вопрос, как всегда, видно ли и слышно ли меня? Поставьте плюсик в чат, пожалуйста, если все нормально. Спасибо. Вижу. Я вижу вопрос, который был мне задан. Отвечу чуть попозже, после обычного моего вводного слова, которое в основном касается тех, кто к нам впервые попадает. Но даже для тех, кто не впервые, может быть, это будет полезно. В самом начале нашего чата находятся три полезные ссылки. Первая из них ведет на нашу главную страницу. Главная страница – это страница расписаний. Речь идет о сайте Директ Академии. На сайте расписаний можно зарегистрироваться на любой вебинар, предстоящий до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. Не так много времени осталось до конца июня месяца. Все даты и вебинары уже определены, и вот на любой из них вы можете записаться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит у нас. Все записи всех вебинаров выкладываются на YouTube в течение примерно 3-4 дней после проведения вебинара, не позже. В настоящий момент на нашем канале записи более 300 вебинаров хранятся. Можете рассматривать это хранилище как базу знаний по всему тому, что связано с компанией Директ Медиа и частично с онлайн-обучением. Ну и последняя ссылка ведет на нашу страницу электронных курсов, онлайн-курсов. Компания Директ Медиа предлагает вузам и другим юридическим лицам проведение онлайн-курсов по некоторым темам, в которых эксперты нашей компании сильны. Через некоторое время там появятся и другие курсы. Следите за этой страницей. Наконец, я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся на этой неделе. Ссылки на них я даю в чат. Первый вебинар завтрашний. Вебинар Дмитрия Кричмана, руководитель, директора по маркетингу компании Гиперметод. Будет он называться, это тоже последний вебинар в этом сезоне компании Гиперметод. Будет он называться «Быстрая разработка учебных курсов и курсов для мобильных устройств». Ну и второй вебинар. Это вебинар нашего постоянного ведущего Татьяны Телегиной. Опять же, последний в этом сезоне. Много Татьяна у нас в этом учебном году провела вебинаров, и все они были очень популярны. На сей раз вебинар посвящен индексу ДОИ. Индексатор ДОИ, зачем он нужен? Вебинар пройдет в пятницу 22-го числа, как всегда в 12 часов. Ну а теперь, прежде чем приступить к нашему сегодняшнему вебинару, я постараюсь ответить на вопрос Евгении Юрьевны. Вопрос звучит так. У нас в НГПУ, в некоторых подразделениях, в том числе в нашем, на рабочих компьютерах, к нашему, к сожалению, ортотека не открывается. Яндекс ограничивает по признаку 18+. Я могу только предполагать, почему это происходит. Возможно, во-первых, я не совсем понимаю, что значит Яндекс ограничивает по принципу 18+. Яндекс может ограничивать, по моему опыту, только то, что он ищет. То есть в его выдаче не будет каких-то материалов, если вы его настроите на контроль возраста. Так что мне не совсем понятен сама механика ограничения в данном случае. Что касается... Ну, у меня есть только предположение. Возможно, искусство это такая вещь, в которой там присутствуют обнаженные тела. Возможно, какой-то механизм, который ограничивает доступ механически, не экспертным способом, а механически, считает, что это контент 18+. На самом деле, весь контент совершенно легальный для возраста, как минимум 12+. У нас весь арт-портал, включая артотеку, идет под индексом 12+. И почему это так происходит, если вы более подробно напишите, такие настройки системный администратор не смог исправить. Евгения, давайте мы с вами спишемся после вебинара. Это интересный момент. Я постараюсь вас свести с руководителем проекта арт-портала. В целом, возможно, для нее это окажется неожиданностью, потому что впервые мы встречаем такие проблемы. Ничего такого, что требовало, на наш взгляд. Я видел все выпуски артотеки. Ничего того, что требовало бы ограничения 18+, там и в помине нет. Ну что ж, давайте тогда начнем наш сегодняшний вебинар. Как всегда, доступна для скачивания презентация. Она лежит в общедоступных ресурсах. По ходу дела я вам буду давать ссылки на наши ресурсы. Ну, давайте для начала я просто дам ссылку на арт-портала. Арт-портала, напомню, это наш подпроект, который вырос в большой собственный проект. Подпроект нашего арт-портала. Арт-портал, напомню, это наша художественная галерея, электронная художественная галерея. Если говорить двумя словами, если говорить немножко более широко, то это учебный портал по искусству, на котором вы найдете не только признаки галереи, но и многие другие вещи, более продвинутые, такие, как подробное описание музеев, подробное описание художников эпох и стилей. В скором времени там открывается раздел, который будет называться арт-учебник, ну и многие другие вещи. Ну, впрочем, сегодня мы говорим не об арт-портале в целом, а только о его подмножестве, которое называется арт-отека. Арт-отека – это подписной сервис арт-портала. Если арт-портал в основном бесплатный, его платная часть касается исключительно доступа к большим версиям полного разрешения файлов, файлов изображений на нем, ну и некоторому другому функционалу, который, в принципе, можно считать дополнительным. И, может быть, даже не особенно важным. Вот. То арт-отека – это сервис целиком подписной, хотя у него есть тоже большая открытая часть. Семь, если не изменяет память, семь его выпусков из 66 к настоящему времени, они являются открытыми. Причем открытыми являются не худшие выпуски, а одни из лучших. Ну, о них мы, собственно, немножко поговорим чуть-чуть позже. Что такое арт-отека? Я уже сказал, что это сервис подписной, но суть не в этом. Уже несколько лет, два года, если не изменяет память, из трех лет, которые существует арт-отека, вот как раз в этом месяце арт-отеке исполняется три года, ну, плюс-минус один месяц, исполняется три года, когда мы этот проект начали. И вот уже почти два года арт-отека выходит каждые две недели. Не было ни одного пропуска у нас. То есть мы выходим регулярно, как такой электронный журнал, если можно сказать. Выпуски арт-отеки представляют собой, как правило, единое информационное пространство, выполненное либо в виде одной страницы, одной, но большой, насыщенной, структурированной, длинной, либо в виде специальной карты, которая тоже выполняет, хотя и несколько страниц на ней, но она выполняет, объединяя единым пространством и единой темой. Арт-отека, ну, давайте об этом чуть попозже поговорим. Ссылку на арт-отеку я вам дал. Все доступные в настоящий момент выпуски арт-отеки расположены на вот этой странице. Обратите внимание, что снизу есть кнопочка, которая позволяет увидеть следующие проекты. по умолчанию, это более ранние проекты, то есть то, что более новое лежит выше. Ну, на самом верху лежат наши демо-проекты, доступ к которым можно осуществить прямо сейчас любой человек без всякой подписки. Ну, вот, при помощи таких плиток вы можете перейти к разделам арт-отеки. Что касается тематики арт-отеки, ну, вот здесь приведены некоторые из ранних из ранних работ наших, из ранних выпусков. Среди этих работ есть, ну, во-первых, происхождение этих работ, да, есть работы специальные, выполненные для арт-отеки. Вот здесь они приведены. Это те, которые изначально, выпуски изначально готовились для арт-отеки, они не существовали в другом виде, либо существовали, ну, скажем так, в сильно измененном виде, в составе одного или нескольких компакт-дисков, ранее выпускавшихся компанией Директ Медиа. Ну, и есть проекты на основе книг, которые в свое время издавала компания Директ Медиа совместно с... Прошу прощения. Совместно с издательством «Комсомольская правда». Таких книг у нас несколько сотен. И вот несколько десятков из них превратились в выпуски арт-отеки. Это книги из рубрик «Великие художники», «Великие архитекторы», «Великие музеи» и так далее. Если рассказывать про что бывают выпуски нашей арт-отеки, то можно остановиться на нескольких моментах. Это может быть искусство какой-то страны, начиная с древности и кончая нынешним временем, или кончая каким-то периодом определенным. Это может быть направление в искусстве. Это может быть собрание определенного музея. Это может быть какое-то описание творчества какого-то художника, архитектора, скульптора и так далее. Может быть отдельное произведение. Об этом мы поговорим чуть попозже. Если оно достойно того, чтобы его описать достаточно подробно. В частности, если это большое произведение искусства, большое в данном случае по размеру и по количеству деталей. И на нем можно выделить фрагменты, которые можно отдельно описывать и комментировать. Ну и это некоторое количество проектов, которые объединены просто какой-то темой. Например, рассказы о содружествах художников, художественных кружках, либо каком-то поднаправлении в искусстве. Или, как бы это лучше сказать... Наверное, не буду подбирать общее определение для всех этих проектов. Но это некие проекты авторские, которые сформированы по какой-то любой теме. Такое тоже есть, хотя этого мало. Давайте вкратце пройдемся по тем выпускам, которые у нас произошли буквально за последний год. Потом я расскажу... Что-то вам покажу и расскажу о тех выпусках, которые у нас ожидаются в ближайшее время. Или вот-вот уже готовы к выкладыванию. Или про те, которые будут в будущем. Ну вот представители того самого... Здесь вот на первом кадре вы видите представителей... Выпуски представителей разных направлений, по разному принципу созданных. Вот первый из них, Мамонтовский художественный кружок, это один из выпусков, один из семи или восьми выпусков, посвященных художественным кружкам, художественным товариществам и так далее. Начиная, если не изменяет память, от русских передвижников середины XIX века до искусства 20-х годов 20-го века. Вот в этот промежуток как раз вот эти все художественные кружки с большой... Их было много, и они были достойны упоминания почти каждой из них. Второй... Давайте я включу, как это... Люблю делать ручку для написания. Второй здесь музей, он посвящен... Второй выпуск посвящен музею, в данном случае это музей Дорса. Ну и третий выпуск, о нем мы отдельно поговорим. Это как раз то самое отдельное произведение, которое... В данном случае это единственный... Единственный пример двойного... Двойного выпуска, когда у нас... Одному произведению посвящен... Посвящены два выпуска подряд. Настолько это насыщенное произведение. Ну и давайте пройдемся дальше, что у нас есть еще. Еще один художественный кружок, «Голубая роза». Пример музея. Еще один пример музея. Обращаю ваше внимание, что музеи... Здесь представлены действительно интересные и большие музеи, но мы уже практически в первый год обозначили свое... В наших выпусках практически все музеи первые десятки. И интересно-то как раз то, что мы сейчас дошли до тех музеев, которые не всегда и не все знают, но которые явно входят в первую сотню крупнейших лучших музеев и про которых нельзя не сказать. Это, ну вот там, допустим, в России про Третьяковку и русские музеи знают все, там точно так же все знают про Лувр, Прада и так далее. Это все у нас есть, но это все уже было. А сейчас мы в основном описываем те музеи, которые тоже известны, но которые входят уже скорее не в первую десятку, а в первую сотню музеев. Ну, из отечественных музеев есть вот эти два. И, честно говоря, больше на пока не припомню, есть ли что-то еще у нас из... А, по-моему, есть еще... Третий музей, разумеется, еще есть. Этот самый... Господи... Эрмитаж, разумеется, есть. Да, ну, вы знаете, когда хочется... Да, Эрмитаж, Третий музей Эрмитаж. То есть, разумеется, мало, да, но у нас в России-то мы знаем гораздо больше музеев, в том числе и музеев не первого ряда, да, но хочется дать-то ведь и хотя бы по одному музею, первому музею из каждой страны, это тоже достаточно важно. Тут политику определяют наши искусствоведы, ну, вот такая вот последовательность у нас, у нас создана. Вы знаете, русское искусство у нас прекрасно представлено хотя бы теми же личностями художников, либо кружками. Поэтому во многом это, наверное, все-таки восполняет отсутствие музеев, кроме вот этой тройки. Но, с другой стороны, я с вами согласен, да, наверное, музеи эти требуют своего описания. Ну, все-таки мы выходим раз в две недели, и просто 24 выпуска в год не позволяют нам так быстро осветить все вот эти вот, ну, в том числе все музеи. Просто, ну, реально необходимо, наверное, около 300 выпусков, чтобы нормально осветить и великих художников, и самые крупные музеи, и, ну, и какие-то выдающиеся произведения по отдельности. Это все у нас в планах есть, да, но просто возможности не безграничны. Вот такое небольшое отступление было, да. Еще один кружок, если можно так сказать, очень сильно повлиявший на наше искусство российское. Ну, и два великих художника, Март Шагал, Сальвадор Дали. И художники уже 20 века. Эти проекты по-своему очень интересны. Ну, почему по-своему? Потому что, если не изменяет память, это было один из первых наших, одни из первых наших выпусках, посвященных целиком 20 веку. Ну, а тут, тут наоборот, два вот этих музея, два вот этих выпуска, они посвящены скорее, скорее Средневековью. И более, нет, про Средневековье это я зря сказал. В данном случае первое, это в основном эпоха Возрождения. А второй, вот, мне очень нравится этот выпуск. Да, вот, кстати, я про такой тип выпусков не сказал. Два у нас таких есть выпуска, посвященных книжной миниатюре. Один из выпусков очень старый, почти трехлетней давности. Это, собственно, он так и называется, книжная миниатюра, и этот выпуск свободный. А второй мы сделали в прошлом году. Называется он «Абердинский бестиарий». Посвящен одному единственному фолианту, хранящимся в Абердинском университете в настоящее время. Это средневековый труд, который называется «Абердинский бестиарий» с большим количеством иллюстраций. Там, если не изменяет память, около 150 миниатюр в Абердинском бестиарии, плюс изображение буквиц, плюс ко всему еще и изображение всех страниц. Можно посмотреть в хорошем разрешении с комментариями на русском языке. Ну и вот один из американских музеев Национальной галереи искусств Вашингтона. Очень дорогой мне выпуск, который я готовил, это Зинаида Серебрякова. Это один из выпусков, который мы сделали по случаю. Дело в том, что в прошлом году, если не изменяет память, да, в прошлом году весной, в апреле прошлого года проходила крупнейшая за последние 30 лет выставка русской художницы Зинаиды Серебряковой 20 века, художницы 20 века Зинаиды Серебряковой в Третьяковке. И к началу этой выставки мы решили сделать свой выпуск, посвященный ее творчеству. Ну и вот в частности, давайте не буду откладывать до рассказа про интерактивные элементы. Вот посмотрите, например, мы сделали такую ось времени, в которой представили все автопортреты, ну, доступные нам автопортреты Зинаиды Серебряковой, ранжированные по времени их создания. Ну, хочу отметить, что здесь представлены, по-моему, их 25 здесь. Серебрякова очень любила себя рисовать. Здесь представлены только те автопортреты, которые атрибутированы именно как автопортреты, потому что, как известно, Зинаида очень много рисовала посторонних людей, ну, со своим лицом, условно говоря. То есть в них угадывается она сама, но на самом деле это вроде бы не она. Такие портреты мы сюда не включили, в этот список, только то, что явно написано как автопортрет. Иначе можно было бы, наверное, еще в два раза больше сюда включить информацию. Ну, и еще один выпуск, сделанный по случаю к прошлому пасхальному празднику 2017 года, это выпуск, посвященный богородичным иконам. И, кстати, по этому поводу у нас тоже есть таймлайн. Давайте я вам его дам, чтобы вы могли посмотреть. Это не сам выпуск, это, я обращаю ваше внимание, это не сам выпуск наш, это только его интерактивная часть. Сам выпуск гораздо богаче. Ну, вот можете посмотреть, тут богородичные иконы, расставленные тоже по времени их создания, по некоторому принципу они собраны. В этом выпуске всего их, если не изменяет память, там несколько, полторы сотни. Еще один проект, посвященный товариществу, в данном случае товариществу передвижников, заметное, заветное явление в русском искусстве. Ну, вот, если кто-то вчера, вчера был на вебинаре Софьи Багдасаровой, там вскользь говорилось о наших передвижниках, о том, что, в принципе, явление это чисто русское, то есть оно малоизвестно за границей, потому что почти в каждой стране существовали вот такие вот товарищества, которые примерно в это же самое время пошли наперекор общей тенденции классического искусства. Но зато в нашем русском искусстве это достаточно значительное явление, и вот про них свой выпуск. Ну, и два отдельных художника, Иван Шишкин, не буду подробно говорить, наш великий пейзажист, и совсем другой выпуск, и, кстати, совсем это выпуск, который потребовал несколько иных художественных решений внутри артотеки, выпуск про нашу художницу, сейчас потихоньку про нее забывают, но на самом деле совершенно замечательная искорка была в нашем советском искусстве, не российском, даже не русском, а, можно сказать, советская художница, умершая очень молодой, еще девочкой практически, Надя Рушева. Вот многие ее произведения просто известны, потому что они стали визуальными мемами, вот, например, как вот этот вот коник кентавренок, ну, и вообще это было действительно большим явлением, а вот чтобы мы не забывали об этом явлении, мы сделали вот этот вот выпуск. Еще одно содружество, союз русских художников, кружок 20-го века, начало 20-го века, ну, и два совершенно замечательных выпуска, на мой взгляд, это музей Ватикана, в данном случае чисто технический выпуск, очень даже обычный, такой, как мы обычно делаем, ну, просто само количество шедевров, которые хранятся в музеях Ватикана, таково, что его можно рассматривать как некий особенный выпуск. Ну, и, наконец, «Последний день Помпеи» это один из наших выпусков, посвященных отдельному произведению, и этот выпуск выполнен по технологии интерактивного путешествия. Если кто-то знает, может быть, кто-то присутствовал на моем вебинаре, в котором я рассказывал, как приготовить интерактивные путешествия, ну, вот как раз по этому рецепту сделан этот наш выпуск. О нем чуть попозже я расскажу, когда буду говорить об интерактивных путешествиях в наших выпусках «Артотеки» отдельно. Первый наш, ну, не первый, один из наших первых опытов работы с архитектурой, причем с современной архитектурой, этот был наш выпуск про недавно, к сожалению, умершую великого архитектора из арабского происхождения, которая жила в Англии, Заха Хадид. Выпуск в своем роде совершенно замечательный, он потребовал от нас некоторых других технических решений и изобразительных решений внутри самого выпуска, которые мы потом применяли для других современных, ну, и не только архитекторов. Вот один из музеев Европы, Венгерская национальная галерея, ну, и выпуск, который мы сделали летом прошлого года, почти сразу после известия о смерти нашего выдающегося, хоть и противоречивого художника русского Ильи Глазунова. Выпуск тоже очень особенный по своему подходу, немножко не похожий на другие выпуски по технологии. Вот, это один из немногих выпусков, посвященных современным художникам, совсем современным. У нас есть несколько выпусков, которые посвящены художникам 20 века, которые жили во второй половине 20 века. Тут я хотел бы сделать небольшое отступление. В наших выпусках, в отличие от арт-портала, который является абсолютно открытым и в котором по этой причине хранятся произведения только те, которые с точки зрения авторского права совершенно открыты уже. В выпусках арт-портейки, которые являются подписными, мы имеем возможность использовать более современные произведения, ну, по той причине, что у нас есть на них права, связанные с тем, что мы в свое время книги выпускали на эти произведения по этим произведениям. И Илья Глазунов – это один из таких авторов, которые, права на которые, на произведения которых у нас были, у нас были книги, изданные про Илью Глазунова, и, соответственно, у нас есть и выпуски, которые, выпуск арт-портейки, который посвящен этому автору. Ну, тут просто несколько комментариев к предыдущему слайду. Это вот из Венгерской национальной галереи. Ну, и вот совершенно замечательное здание Захи Хадид, стоящее в Баку. Буквально меньше месяца назад имел возможность созерцать его в реальности. Вот, производит, конечно, грандиозное впечатление. Вот, это культурный центр имени Гейдара Алиева. Ну, здание настолько необычное и настолько странно смотрится с каждой стороны, красиво, но странно, да, что про него ходят даже легенды. Вот, например, один из таксистов в Баку рассказывал нам, что если смотреть на это здание сверху, то оно напоминает подпись Гейдара Алиева. Вот, на самом деле, конечно, когда мы спросили об этом у нашего экскурсовода, он очень по этому поводу разозлился и сказал, что это все мифы, которые в народе ходят. Ну, вот, само наличие таких мифов, оно, наверное, о многом говорит. Ну, вот, это просто пример одного единственного изображения из выпуска про современных архитекторов. Вот, современные архитекторы, они многие именно таковы, их здания, они вот примерно такие. Ну, вернемся, собственно, к нашим выпускам. Рубенс о нем говорить не буду, все и так понятно. Это один из величайших художников, наверное, входящий в десятку самых великих художников мира за все времена. Не остановиться, наверное, было невозможно. Еще одно замечательное русское объединение художников Бубновый и Валет. Ну, одно из тех объединений, с которых, собственно, начался, в том числе, русский авангард, одно из тех явлений в русском искусстве, которые действительно неповторимы. И если в мире говорят о русском искусстве, как правило, говорят не о русском классицизме или о тех картинах, которые мы знаем и любим, а говорят о двух вещах, о русской иконе и о русском авангарде. Ну, вот Бубновый и Валет, он в некотором смысле предвосхитил все то, что происходило, интересного в русском искусстве уже в 20-е годы или в конце 10-х годов. Вот все здесь уже можно наблюдать. Ну, и тоже не все знают, но замечательный американский музей, который называется Чикагский художественный институт, ну, в частности, вот это вот произведение, которое в Америке ну, и во всем мире частично является уже визуальным мемом, который называется «Американская готика». Вот много говорено по поводу этой картины. Вот представлена эта картина в Чикагском художественном институте. Так, тут, по-моему, просто повтор. Тоже интересный музей Бостона. Ну, и один из рассказов про группу художников, в данном случае эта группа не по принципу художественного кружка, а по принципу школы, школа Венецианова. Ряд художников школы Венецианова, они заслуживают того, чтобы про них сказать, но возможно, не наберется материала для того, чтобы по каждому из них сделать отдельный выпуск. Вот поэтому школа Венецианова это отдельный выпуск, где несколько, если не изменяет память, пять или шесть художников представлены из тех, кто учился рисовать изобразительному искусству. Не рисовать, а изобразительному искусству у Венецианова. Еще два выпуска, посвященных архитекторам. Вот в какой-то момент мы стали делать достаточно много архитекторов. Еще где-то год назад были упреки в наш адрес о том, что мы почти не рассказываем о архитектуре. Мы это учли. И вот в этом году было уже несколько архитекторов. Это расстрели архитектора 18 века. Ну и наш современник Сантьяго Калатрава, который чем-то похож на уже упомянутую Заху ходит, но очень своеобразен тоже. Его произведение архитектуры очень похоже на то, что мы можем видеть в природе. Он отталкивается от каких-то природных источников и пытается на их основе делать свои архитектурные произведения. Ну и, конечно, Кустодиев, о нем я говорить не буду, великий русский художник с образами, которые впечатались в нашу память. Ну вот, как, например, вот этот вот образ Купчихи. Наверное, каждый знает, каждый его знает, даже если не знает имя Кустодиева. Последнее уже наше произведение из тех, которые выложены. Василий Иванович Баженов, тоже архитектор, тоже 18 века. Наверное, этот выпуск можно было бы рассматривать в паре к выпуску Расстрели. Вот они во многом творили почти в одно и то же время и делали свои, творили свои произведения архитектуры для высших чинов власти российской, для царей, императоров. для очень богатых людей и только по этой причине то, что они делали, многое из этого сохранилось, но многое, кстати, и не сохранилось. Музей Московского Кремля, вот поправляюсь, четвертый выпуск, посвященный музеям России, это Музей Московского Кремля, совсем недавно он был выложен. вот тут конечно, прежде всего это оружейная палата, ну и все храмы, которые расположены на территории Кремля, тоже вошли в этот выпуск. Ну и наконец, самый последний выпуск, посвященный, сделанный по технологии интерактивного путешествия, то есть с увеличением и комментариями к деталям, это Афинская школа Санти, очень интересное произведение, я, возможно, вам его немножко прокомментирую чуть попозже. Да, вот он, Рафаэль Санти, но в данном случае речь идет не о... Это тоже одни из самых последних выпусков, вы можете их встретить на обложке среди... забыла, как это называется, слово... среди плиток обложки артотеки на самом верху Рафаэль Санти, но в данном случае речь идет не об Афинской школе, хотя здесь именно это произведение и представлено обложкой, а о творчестве самого великого художника возрождения Рафаэля Санти в более широком контексте. Государственный русский музей, один из тех музеев, по которому у нас есть отдельный выпуск, один из последних, 63-й выпуск, еще один выпуск, посвященный архитектуре Чарльз Ренни Макинтош, 64-й выпуск, который тоже только-только выложен у нас, ну и наконец творчество Виктора Михайловича Васнецова, 65-й выпуск, это, если не изменяет память, последний выпуск из тех, который выложен у нас вот собственно и все, а теперь поговорим немножко все из тех выпусков, которые выложены, а теперь немножко поговорим о будущем, выпуск, который появится в ближайшие месяцы, генский алтарь, вот здесь частично воспроизведена часть генского алтаря, наиболее насыщенная деталями которые называют, вот данная часть алтаря называется поклонение Агнцу, мы сейчас ищем изображение высокой четкости для того, чтобы сделать хорошее интерактивное путешествие, тексты у нас уже есть, хорошее интерактивное путешествие по этому великому произведению, текстом я перечислил те выпуски, которые ожидаются до конца этого года, это не точный список, это скорее план некоторый, он реализуется, ну скорее всего процентов на 90 реализуется, что-то может быть заменено, если придут более какие-то интересные идеи, ну вот примерно выпуск такой, Александр Головин, театральные грезы серебряного века, Королевский музей изящных искусств Брюссель, старая пинокотека, кто есть кто во вселенной буддийского искусства, насилие в искусстве, влюбленные в Японию, вот этот про японистику, этот выпуск тоже уже начал потихонечку делаться, это я могу точно сказать, Амедео Модильяне, история творчества, любви и смерти, выдающиеся художники, художницы мира, видимые и невидимые генского алтаря, это то, о чем я вам сейчас рассказывал на предыдущем слайде, Бернине Барамини и Эдвард Мух, и насколько я знаю, почему-то здесь в этот список не вошло, этот список мне прислали наши искусствоведы, которые составляют наши собственно план на текущий год, здесь точно не обозначено одно, то, что должно быть в ближайшее время, это Ван Гог, вот такие у нас планы, вообще, если говорить о развитии артотеки, то можно сказать, что артотека развивается в сторону большего количества авторских проектов, то есть, тех проектов, которые делаются специально для артотеки, они являются сколками наших книг, хотя на самом деле мне вот это наш старый подход к тому, что из наших альбомов мы делали некоторые интерактивные такие вот выпуски, очень нравился, не только отнюдь в связи с технологичностью подхода, ну и в связи с тем, что это очень удобно на самом деле в виде лонгрида получить длинные странички структурированные, получить по сути дела целую книгу, целый альбом, где можно и удобно почитать, и удобно посмотреть, и так далее. Ну, тем не менее, конечно, некоторые темы, которые ориентировка только на существующие альбомы, она нас несколько сдерживала в творчестве, а вот такие вот темы, как кто есть вселенной буддийского искусства, насилие в искусстве, художницы и так далее, это, конечно, авторские темы, которые требуют нового материала и которые абсолютно, ну, для нас абсолютно новые. вот. Ну, я хотел бы отметить, что, наверное, хорошим дополнением к нашей артотеке были те вебинары, которые проводила в этом году София Багдасарова по истории искусства и записи всех этих вебинаров вы можете найти на нашем видеопортале. Ну, все-таки немножко подробнее, да, как выглядит артпортал, если на него зайти. Вы, конечно, можете сейчас по первой нашей ссылке в чате, который я дал, зайти на любой из демо объекта из свободных выпусков и посмотреть, как это примерно выглядит. У нас три технологических типа выпусков артотеки. Первый это интерактивная страница, это идеологический первый тип и технологический первый тип наших проектов. У нас два таких проекта всего. Это искусство Китая и второй к сожалению не помню как называется. Второй тип наиболее такой частый, подавляющее большинство сделано в формате лонгрида, то есть длинные странички структурированы по главам, иногда по каким-то другим признакам с большим количеством изображений прямо ввестанных в текст и с большим количеством текста, который для того, чтобы не мешать чтению, часто выбран в блоки, открывающиеся блоки, ну и со многими другими, со слайдерами и другими всякими элементами. Ну и такой наиболее продвинутый вид наших проектов это интерактивная карта. Это те проекты, которые посвящены отдельным произведениям и их рассматриванию. Ну вот так выглядит первый тип. Это тоже он, только внутри. Так выглядит обложка типового лонгрида. Вот внутри разделы, как правило, начинаются вот так, с какого-то подробного, относительно подробного текста на 3-4 абзаца и какого-то типового произведения, которое представлено отдельно. Ну а все остальные произведения представлены по принципу галереи, вот примерно так. Причем каждое из этих произведений кликабельно, как только вы кликаете на одно из этих произведений, вы попадаете в арт-портал на подробное описание этого произведения с возможностью, если вы подключены к артотеке, подписаны на артотеку с возможностью посмотреть в увеличенном виде эту картинку. Здесь у меня не показано, где хранятся подробные тексты к этим картинкам. Извините, у меня такой технологический это, конечно, не картинки, это великие произведения, но как технолог лонгридов я это называю картинками. Каждому из этих произведений есть еще отдельный текст, который здесь не показан. Как правило, если он единый ко всему разделу, то он хранится где-то в разделе в начале или в конце. Если он есть к каждому произведению, то сейчас мы идем по такому пути, когда вы кликаете на изображение, появляется во всплывающем окне подробное описание. Подробное описание это от одного до трех полноценных абзацев. И только после этого кнопка перехода на арт-портал, если вы хотите посмотреть изображение в более высоком разрешении. Один из самых насыщенных наших проектов образ Иисуса Христа в европейском искусстве, но с другой стороны, это один из ранних наших проектов, где мы еще только оттачивали наше искусство выпусков и искусство производства лонгридов. В разделе 517 иллюстраций, 8 разделов, 8 интерактивных таймлайнов. Ну, что такое интерактивный таймлайн, я вам уже показал на двух предыдущих примерах. Так, не туда нажал. Вот, собственно, интерактивный таймлайн, не буду объяснять, вы уже посмотрели, что это такое. Это некий слайдер с возможностью перехода напрямую по времени к произведениям, где все произведения уложены на ось времени по времени их появления рождения в свет. Ну и про интерактивную карту давайте поговорим. Наиболее продвинутая интерактивная карта это Сад земных наслаждений и Иеронима Босха Триптих занят два выпуска 30 и 31 посвященные этой карте. Это второй наш выпуск посвященный технологии интерактивных карт. Ну вот пример, что такое интерактивная карта. основана она на изображении гигапиксельной, почти гигапиксельной, гигапиксельного качества. Изображение 30, в данном случае изображение 30 тысяч пикселей на 17 тысяч пикселей. Это примерно, вот если перед вами экран Full HD 1920 на 1080, это примерно 15 на 15 экранов в ширину и высоту. Вот такая вот стена огромная, к которой вы можете подходить, подходить и подходить ближе и разглядывать все более четкие детали. Такое качество позволяет увеличивать изображение примерно в 20-30 раз без ухудшения качества. То есть, что значит без ухудшения качества? это значит каждый раз, когда мы условную камеру наводим на какой-то объект, появляются все новые детали, которые можно разглядеть и которые можно прокомментировать. Ну, здесь у нас в этих, в этом двойном выпуске у нас 300 слайдов, два отдельных интерактивных путешествия, одно размером примерно в 50 слайдов, посвященное основным сюжетам Иронима БОСХа, садземных наслаждений, триптиха, и второе, такое более игривое, но зато более объемное, почти на 200-250 слайдов, это, мы его назвали так немножко игриво, зоосадземных наслаждений. Дело в том, что на этом триптихе изображено, ну, наверное, где-то около тысячи различных животных, точнее, тысячи животных, не все они различные, некоторые там стаи птиц, например, вот, и показать каждую группу животных, и по возможности каждое животное, если оно уникально, вот этому был посвящен второй, второе интерактивное путешествие, вторая интерактивная карта, и к каждому животному по возможности был выбран его аналог в реальном мире, то есть фотография реального животного, вот, на которое можно посмотреть. Ну, и в качестве дополнительных материалов, дополнительных медиа, как правило, это фотографии, но иногда и видеоматериалы, вот около 250 различных медиа представлены на этой интерактивной карте. Вот так выглядит типовой слайд, слева типовой слайд интерактивного путешествия, слева представлена увеличенная часть произведения, которое мы рассматриваем, справа описание и какое-то дополнительное медиа. В качестве дополнительного медиа чаще всего применяется какая-то картинка, но может быть и просто звук или видеоотрывок. Однако первым и, на мой взгляд, одним из самых удачных с точки зрения цельности наших интерактивных путешествиях является наш выпуск, который называется Александр Иванов «Явление Христа народу». И этот выпуск является свободным, его вы можете посмотреть, даже не будучи подписанным на нашу ортотеку. Вот я доступ к нему, не доступ, а ссылку на него даю прямо сейчас. Кто не смотрел, посмотрите, на мой взгляд, очень удачный выпуск. Да, ну вот так вот, почему он удачный, ко всему прочему, потому что много дополнительных материалов есть к этому произведению в виде эскизов самого Иванова к данному полотну. Писалось это произведение на протяжении 20 лет, и в течение всего этого срока Иванов писал эскизы и этюды к этому произведению, всего около 400 их скопилось. Мы использовали там примерно около двух, там, 25 таких эскизов, где видно, как развивалась мысль Иванова по поводу каждой из изображенных фигур. Ну вот здесь мы видим, например, что вот этот вот персонаж Фарисей в челме, вот он здесь изображен. Один его вариант, вот второй вариант, и нечто среднее получилось реально, когда уже воплотился этот образ на самом полотне. Один из последних наших выпусков, последний день Помпеи, его у меня тут нет ссылки на него, хотя она открыта, это можете зайти и посмотреть, зато у меня есть немножко другое представление последнего дня Помпеи, примерно то же самое, но выполненное в виде короткого минутного ролика с аналогичным наведением условной камеры на разные объекты. Давайте мы этот ролик сейчас посмотрим, чтобы вы имели представление о данном выпуске. Здесь без комментариев, просто взгляд падает на наиболее интересные моменты. Продолжение следует... подогнал «Симон» 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 метро» «Симон» 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 Продолжение следует... 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 изображение с этой из-за Бердинского бестиария. Ну, кстати, в процессе работы над Бердинским бестиарием у нас произошел еще один интересный момент. Мы поняли, что впервые... Ну, а, собственно, это и есть производное произведение. Да, возможно, но я считаю, что музыкальный фон здесь достаточно хорошо подчеркивает тот ужас, который испытывают те, кто изображен на этом полотне. Хотя, конечно, по этому поводу можно спорить. Можно было подобрать и что-то другое. Да, вот насчет Абердинского бестиария я хотел сказать, что в процессе работы над ним мы поняли, что те картинки, которые мы вырезали из увеличенных страниц, а эти увеличенные страницы выложены на сайте Абердинского университета. Вот, но там они выложены в чисто академическом стиле. К каждому из них есть доступ, но он не очень удобный и можно все разглядеть, но с точки зрения вот искусства это не так хорошо. И в частности страницы даны только целиком, без вырезанных отдельных произведений. Так вот, мы не поленились эти миниатюры оттуда вырезать и представить как отдельное произведение. И в процессе этой работы мы поняли, что в сети вообще нигде не представлены эти картинки в таком качестве, в таком хорошем качестве. Ну и решили выложить их на Вики-склад для всеобщего обозрения. Примерно 120 иллюстраций из абердинского бестиария были выложены нами на Вики-склад, что сильно улучшило качество статьи про абердинский бестиарий в Википедии. Вот такой вот опыт у нас тоже случился при работе над данным выпуском. Да, ну вот так примерно выглядит интерактивное путешествие по афинской школе. Вот здесь например изображен Сократ как предполагается. Ну и вот про Сократа написана некоторая информация дополнительное произведение где он изображен. Ну действительно очень похож он здесь. Хотя конечно на самом деле можно только гадать о многих персонажах можно только гадать они ли изображены там. О форме подписки на ортотеку мы подошли к концу. Для юридических лиц ортотека стоит 20 тысяч в год. Обращайтесь к нашим менеджерам если вас это интересует. Проектом ортотеки занимается Елена Филинова. По поводу подключения ортотеки обращайтесь к Алексею Архангельскому. Ну а в принципе можете просто по общим контактам позвонить к нам или связаться с нами даже со мной и я вас всегда переведу на тех людей которые занимаются этим вопросом. Ну как я уже говорил все таки у нас есть и открытые проекты и не худшие из них. И вот здесь я просто вкратце перечислю эти проекты. Это уже переданная ссылка вы это уже видели Явление Христа народу. Да я эту ссылку вам дал. Пример интерактивного путешествия. Это одна из наших старых но любимых мною проектов ортотеки книжная миниатюра. Здесь представлены книжные миниатюры почти со всего света. Вот в данном случае это например индийская книжная миниатюра из индийского издания. Образ Иисуса Христа в европейском искусстве об этом я говорил это самый насыщенный наш проект более 500 изображений здесь. Искусство Китая самый первый наш проект представленный в форме интерактивной карты тоже открытый. Художественное объединение Бубновый валет это одно из один из выпусков сделанный по принципу лонгрида. Интерактивная карта последний день Помпеи вот вы можете ее посмотреть вы знаете а давайте я вам ее все-таки найду и дам на нее явную ссылку она должна быть где-то недалеко у нас ну да она же в центре в самом центре в первом ряду пожалуйста ее тоже посмотрите надеюсь в данном случае музыка вам мешать не будет там все более сухо представлено ну и вот последний из открытых проектов ортотеки это Иван Иванович Шишкин 47 выпуск вот один из семи открытых проектов ортотеки сделан тоже по принципу лонгрида то есть структурированной странички можете его тоже посмотреть он представлен а вот я сейчас посмотрю на главной странице он представлен или или нет да он представлен тоже на главной странице ортотеки вот можете его сразу посмотреть тоже даю вам ссылку на него в чат ну вот и все что я хотел сказать про недавнее прошлое и про будущее нашего проекта ортотеки если у вас есть какие-то вопросы я готов на них ответить по поводу да по поводу 18 плюс я задумаюсь но обязательно этот вопрос пожалуйста продублируйте этот вопрос либо ко мне на почту лучше всего ко мне на почту я его переадресую нашим руководителям проекта но желательно чтобы вы описали при этом что именно ограничивает то есть как у вас поставлен барьер на вот этот 18 плюс как это как это происходит чтобы мы могли понять что что не так у нас или у вас а ну понятно евгений это значит просто это не ограничение по 18 плюс это ограничение по протоколу в тот момент когда это у вас было попробуйте сейчас иногда происходят такие моменты когда не продляется это технический момент а не не то что связано с содержанием это вот сейчас у вас такое отвечает евгений вы скопировали это сейчас или нет потому что да очень интересно но это вопрос скорее к нашим технарям я его его переадресую тем не менее все равно мне напишите чтобы я вам потом репостом ответил бы на данный вопрос это когда вовремя не продляется сертификат на протокол HTTPS вот происходит происходит такое иногда вот это у нас случается и в данном случае знаете что попробуйте сделать сейчас я проверю у себя попробуйте просто из адреса сейчас одну минутку из адреса артотеки главной страницы убрать буковку с из протокола не HTTPS сделать а HTTP возможно тогда сразу вас пустят хорошо да ну мы в принципе понимаем что конечно интерактивности это один из главных приемов да не всегда есть возможность их сделать и не всегда они уместны ну например один из самых уместных приемов это вот например когда сопоставимость по времени была сделана для автопортретов когда много произведений одного художника и его можно сравнивать ну этот прием я его очень люблю но не всегда он возможен так ну вот вы знаете я не знаю что такое яндекс днс это должны знать наши наши технари нет 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 там взрослого контента это абсолютно точно вот давайте я вот эти вот ваши то что вы написали перешлю нашим нашим технарям пусть они подумают ну вот яндекс то что включен яндекс днс это точно включен он вашими администраторами они они просто в сети он существует вот может быть они не могут настроить этот яндекс днс вообще вот если вы ну понятно ладно давайте этот технический вопрос отложим потому что сейчас мы его все равно не решим проблему я понял я ее передам ну что ж коллеги вот о составе контентном нашей галереи я рассказал о ортотеке о тех выпусках которые мы ожидаем тоже я надеюсь что эта информация вас заинтересовала возможно вам этот проект понравится и вы захотите его себе подключить вот ну и как я уже говорил всегда можете пользоваться его открытой частью она составляет большую часть самого проекта а в арт-портале вообще 90% всего функционала доступно бесплатно так что пользуйтесь предлагайте его своим слушателям студентам и будет на мой взгляд достаточно полезно я с вами прощаюсь с кем-то возможно до завтра вот еще до конца месяца я буду вести вебинары не вести а организовывать вебинары с другими спикерами у нас еще достаточно интересная программа поэтому не прощаюсь предлагаю вам прийти завтра послезавтра или на любой вебинар в течение нашего месяца всего доброго до до встреч в Директ Академии до встреч до встреч Продолжение следует...